Ахмад все считают агрессивной командой, то есть, что мы идем в прессинг зачастую, и это стало уже таким стереотипом. Даже оставшиеся десять раз, Спартак проводил эти контратаки. Я после игры позволил себе такую фразу, что будь Тимофеев на поле, да, мы бы не проиграли. Но перед этим-то мы пропустили быстрые ответные атаки, потому что никто не отменял скоростных качеств РМС. По дворе моя команда вообще мало кому уступает в нашей лиге. Все время есть соблазн попытаться не только перебегать, перебороть, а перехитрить соперника. Все на месте, спортсмены! Андрей Викторович, спасибо большое за то, что приняли и согласились поговорить так более подробно о футболе. Хотелось бы вот вместе с вами разобрать некоторые из ваших матчей. Как-то более детально, почему с доской, детально посмотреть на некоторые нюансы. Вот, и как я вам уже сказал, что можно было бы начать, как мне кажется, с матча с Спартаком, который закончился 1-2 не в вашу пользу. Вот, хотя казалось по игре, что все складывается как раз-таки в вашу пользу. Но и удаление Соболева на 32-й минуте, и по игре моментов даже, по-моему, даже до того тоже было больше в вашу пользу. А что помешало? Тимур, давай начнем с приветствия. Я тоже очень рад, спасибо за такую возможность. По поводу матчей, понятно, что игры со статусными командами запоминаются, наверное, в большей степени. Спартак мы тогда расставили красными, да, в свои цвета. Сами будем зелеными, хотя у нас синий цвет здесь превалирует. Давай так, любой тренер, выстраивая стратегию на игру, определяется от сильных качеств своей команды и слабых качеств Спартака. Мы играли с ним последний матч осени, функциональное состояние у нас не уступали мы точно, поэтому мы могли, в принципе, выходить с любой моделью игровой, как в 4 защитника, так в 5 защитников. Но вопросы даже не от этого отталкивались, а отталкивались от того, что мы умеем хорошо. Мы умеем хорошо отбирать в определенных зонах мяч, мы умели тогда при наличии Уткина, Швейца, Тимофеева, игроков середины поля, середины поля, Коновалова, хорошо доставлять и быстро мяч в определенные зоны. Мы понимали, что Спартак, выходя с нами, будет иметь проблему справа, потому что у них были травмированы дискуссиональные футболисты, и в зоне правого защитника в тот день появился Денисов, парень из молодежного состава, и мы четко понимали, что вот этот фланг, мы и должны работать как следует активно. Поэтому мы сделали акцент на наполнение этой зоны, то есть мы попросили повыше сыграть богосавца нашего, одного из опорных контролировать эту зону в случае его включений, смещаться активных игроков, которые у нас здесь умеют играть, связывать защитников, чтобы не было страховки, и как можно чаще доставлять мяч в эту зону с первых минут. Что самое главное, что конечной целью ведь не является зона Денисова, мы должны из этой зоны потом угрожать воротам соперника и забивать мячи. Просто вход в штрафную сопернику, клад был зарыт там. Понятно, что удаление Соболева стало еще большей помощью, мы убираем сразу сюда, и перестроение Спартака позволило нам более даже правильно владеть мячом и чаще оказываться в той зоне, про которую мы говорим. Что мы из этого имели? У нас Уткин смещался постоянно в эту зону, мы доставляли туда мяч с поднятием Богосавца и оттуда искали ходы. У нас был нападающий, плюс просили Швейца наполнять штрафную, плюс по предположенной стороне, чтобы туда вбегал Женя Харин, чтобы у нас были доставки, и мы в штрафной против габаритных игроков Спартака. Они хорошо из Жигова и Джики играли. Мы просили о том, чтобы не навесы примитивные были, а доставки определенной зоны. То есть надо перебить этих игроков, если мы хотим вверхом, или игра на опережение в ближний штаб. В принципе, скажем, если говорить о нашей игре в атаке, то мы достаточно хорошо справились с этим. То есть и Уткин, который забил этот гол, он начал с того, что мы эту зону вскрыли, зашли, потом была доставка, опорник Спартака был вынужден смещаться сюда, и здесь образовалась дырка, через которую мы как раз в штрафную бежали по центру и забили ответный гол. Но перед этим-то мы пропустили быстрые ответные атаки, потому что никто не отменял скоростных качеств Хармеса. Никто не отменял быстрого перехода и хорошей доставки в штрафную. Никто не отменял Мозеса, который не дорабатывает назад, но при этом очень хорошо играет впереди, которые как раз и забили этот нам гол. И плюс имели еще один момент. Даже оставшихся десятерон Спартак проводил эти контратаки. Как противодействовать таким контратакам? Более правильная расстановка. Я могу сказать, что по весне, почему мы взяли эту игру, и она очень показательна, что мы точно такую же игру выиграли у ЦСКА, когда у них тоже не было правого крайнего защитника. И они поставили туда, в эту зону непрофильного игрока, и мы его вскрыли. Мы Мухина там, за счет скоростных возможностей наших футболистов, мы это вскрывали. Но, что самое главное, этот матч многие занесли в пассив нашей команде. Мы же во втором тайме заменили крайнего правого, левого нашего атакующего игрока, выпустили свежего Карапузова, и рассчитывали на то, что именно через эту зону мы продолжим иметь преимущество. Мы его имели. Карапузов пять раз оказывался перештрафной соперника с мячом, но не нашел отсюда решения. Это уже тот изъян, который нам мешал. То есть, у нас не настолько было сыграно. Карапузов на тот момент только летом, получается, присоединился. Да, он присоединился к команде, это первый его сезон, плюс он присоединился в конце второго сбора, прямо перед началом. То есть, мы не настолько были сыграны в атаке. Плюс пришел Сибаи, в самый последний момент, плюс в этой игре был травмирован Канате. Он вышел только во втором тайме. Во втором тайме, в самой концовке. Поэтому, вот отсутствие взаимопонимания при действии заключительной стадии атаки и большого исполнительского мастерства не позволило нам реализовать это преимущество в голы. Хотя, два-три момента опасных мы создали во втором тайме, именно из этой зоны. Карапузов делал передачу назад под ударом Нижичу. Мы делали передачу головой, не справились там, не забили. То есть, есть моменты. Плюс, насколько я помню, опять же, я могу ошибаться, Тимофеев, по-моему, не играл в этой игре. И потеря Тимофея, он системообразующий у нас игрок. В каком плане? Он универсален, он успевает и в обороне большого количества перехватов, подкатов, отборов совершать. И в атаке заполнять зону, особенно, когда есть численные преимущества. Вот я после игры позволил себе такую фразу, что будь Тимофеев на поле, да, мы бы не проиграли эту игру. Наверное, это больше было от обиды, потому что Спартак наказал за ошибку. Мы дали возможность встречную атаку в концовке провести. Но, как бы, в оправдание своим футболистам скажу, что на замену Спартака вышли игроки сборной. Вот. И они исполнили этот гол. И там немножко ошибся Виталий Гудиев на выходе. Несогласованно действовал с Нижичем. И мы получили этот гол, который перевернул результат. Но я бы вернулся опять к тому, что пройдя зимой сборы и выйдя на игру с ЦСКА не менее организованной и дисциплинированной командой, мы уже справились с этой задачей. То есть, когда мы вскрывали оттуда, и оба наших гола пришли как раз оттуда. Опять же, из этой зоны, где в центре играют два центральных защитника, но нет страховки, когда крайний не обладает скоростью или не обладает навыками именно страховки своих центральных. И мы забили два мяча, вскрывая как раз именно эту зону. Игровая активность была за счет слабости соперника. И когда мы говорим, что вы ставите в угловые угла, сильные стороны своих футболистов или слабые стороны в игре соперника, мы стараемся находить компромиссы. То есть, подталкиваемся от того, что мы умеем хорошо делать и накладываем это как бы на игру соперника. И очень важен анализ соперника перед игрой. То есть, те же там слабые стороны, исходя из каких-то потерь. То есть, как в этом случае... От функционального состояния, от потери, от дисквалификации, от травм, от эмоционального состояния команды. Потому что Ахмад все считают агрессивной командой. То есть, что мы идем в прессинг зачастую. И это стало уже таким стереотипом, что мы очень много играем плотно, нарушаем правила. На самом деле, не всегда так происходит. Есть команды, с которыми мы отказываемся именно от этой линии. И мы устроим игру по-другому. Там прошлогодний матч с Динамо условно. Мы отдали мяч. И мало прессинговали команду наверху. Больше отходили в среднюю зону. Условно, последняя игра с Краснодаром. То же самое. Мы не претендовали на прессинг в последней трети. Мы больше сосредоточились на среднем блоке, на отборе мяча и проведении встречных атак. По какой-то конкретной причине? Да, это все зависит от мастерства команд, от исполнителей, которые есть. От нашего функционального состояния. Просто, условно говоря, с Динамо мы понимали, что мы не сможем с ними соперничать в агрессивной игре, потому что мы не были готовы настолько на тот момент. А у Динамо было там пять исполнителей, которые в трех предыдущих игре набегали за тысячу метров скоростной работы. Плюс, надо отдать должное Шварц, он хороший прессинг очень организовал. Встречный отбор и прессинг. У него был один, наверное, из лучших в лиге. И поэтому мы отошли от этой идеи и, в принципе, реализовали в домашнем матче несколько забросов в зону Вареллы. Он очень часто ходил вперед. Поршевлюк тоже самое этим грешил. И у нас получилось именно переиграть. Не только перебегать, а не переиграть команду соперника. С армейцами мы сумели реализовать как раз потерю игрока, отсутствие игрока у них правого крайнего номинального защитника. Они перестраивались по ходу, но мы продолжали бить в эту болевую точку и оттуда искать уже выходы. Скажем, иногда у нас не всегда все получается. Давайте так откровенно. Условно говоря, отдавая мяч в домашней игре с Сочи, мы рассчитывали на проведение быстрых встречных атак. У нас есть быстрые футболисты, но у нас, к сожалению, ничего не получилось. И мы получили сами на встречных атаках от Сочи два гола. Один со стандарта, один на встречной атаке. И нам пришлось перестраиваться по ходу матча. И мы пошли вот такой безудержный прессинг. Там отыграли один гол. Но ту игру, я считаю, что мы, тренерский штаб, на себя должны взять вину, потому что мы неправильную тактику выбрали. Многие говорят, что испугались. На самом деле нет, это был осознанный выбор. Я думаю, что нужно было продолжать играть в свой футбол. Можно показать, может быть, на доске вот конкретно матча с Сочи, что было неправильно сделано? Мы понимали, что исполнители в средней линии, там, да, без контроля надха, надха, все, но-бо, но-бо. Надха просто у нас был на просмотре, сейчас брат, и я поэтому оговорился. Без контроля этого футболиста очень сложно строить, да, футбол. Плюс мы понимаем, что, играя в трех защитников, латерали очень сильные у Сочи, их нужно как-то нейтрализовать. Что для этого применяется, да? Это нужно или лишить команду соперника возможности доставки мяча в эти свободные зоны себе заспугу, тогда нужно играть в агрессивный футбол, то, что мы делали уже там, проигрывая по счету 0-2. Или же просто заполнить эти зоны. Мы пошли по этому пути, не меняя схему, гибридную немножко поставил Женю Харина, который опускается там пятым при обороне. Мы заполняли зону на своей половине, как бы обороняясь, условно, тоже в позиции 5-4-1. Но вот это промежуточная позиция игрока, которая позволяет нам иметь в атаке как привычную схему, да, лишнего игрока. А здесь при обороне иметь игрока, который заполняет вот эту именно зону утерально, чтобы ему не было бежать куда флангу у футболиста Сочи. Но что не получилось, мы планировали, что вот здесь, на нашей половине поля, у них не будет возможности доставлять мяч в нашу штрафную, атаковать, забивать. За счет чего? За счет компактного расположения раз, за счет плотной опеки два. Но, к сожалению, реализовать этого мы не смогли, потому что очень хорошо в полуфлангах играли футболисты середины поля у Сочи. И отсюда были основные угрозы. То есть они доставляли мяч внутрь нашей структуры, что является нарушением наших всех принципов. Как бы мы ни оборонялись в такой схеме, мы ставим задачу, чтобы мяч не заходил вовнутрь, чтобы вокруг они могут бегать, но вовнутрь не должны зайти. Игроки Сочи достаточно квалифицированные, даже игроки Центра обороны, они взяли очень хорошего футболиста, который Родрига, да, сейчас Родригал переходит в Зенит, который обладает этой передачей. Прохин прокатывал передачи, здесь любой из футболистов Центра поля, и плюс, конечно, суперобъемные вот эти футболисты. Мы уже говорили, да, и про Бурмистрова, и про Заику, и сейчас они берут там из Балтики снова флангового такого же. Это одна из особенностей схем Федотова, когда он играет в три, что идет очень хорошее насыщение. То есть эти три в штрафной, плюс добегают латерали, и бороться вот с этой четверкой, плюс одним еще на подборе, очень сложно. Если твои игроки вдруг нарушают игровую дисциплину, и дают возможность отсюда делать передачи, из структуры делать проникающие передачи. Вот у нас не получилось этого. Поэтому что мы сделали на второй этап? Мы отодвинули максимально свою игру, за счет прессинга, за счет агрессивной игры наверху, и заставили Сочи удлинить немножко игру. То есть они стали бить мяч, у нас достаточно квалифицированные высокие игроки обороны, которые головой выигрывают, а в подборе моя команда вообще мало кому уступает в нашей лиге. Ну, наверное, только Уфа подбирала чуть больше нас, ну и Ростов. Две команды, которые выделялись по этому показателю. Поэтому что мы сделали во втором тайме? Мы более агрессивно стали играть на чужой половине, заставляя удлинять. За счет агрессивной игры мы накрывали, отбирали мячи, проводили встречные атаки до удаления. У нас удалили игрока, мы остались уже десятером, и стало сложнее. Ну, как бы, вот две концепции. Если я в разговоре с своими футболистами после игры, да, в анализе этой игры, мы сошлись на том, что нужно было начинать с более агрессивной, наверное, тактики, тем более, что мы играли дома. Часто говорят, что, по крайней мере, болельщиков больше идет, что ваша команда, ну, не ваше, а в принципе, обычно болельщики своей команды всегда говорят, что играть от себя, играть в агрессивный футбол, ну, там, плюс-минус всегда. Но вот где вот этот баланс между тем, чтобы поддерживать линию, скажем так, ну, если твоя команда всегда играет в агрессивный футбол, где вот эта вот линия между тем, чтобы всегда придерживаться своего футбола и тем, чтобы подстраиваться под соперника? Ну, это, наверное, все-таки главный компромисс в работе тренера, который ищешь всю жизнь, всю карьеру, это разговор между и такой конфликт между результатом и качеством игры. Поэтому мы заложники того, что мы всегда должны достигать максимум с точки зрения набора очков. Но иногда, встречаясь с соперниками достаточно квалифицированными, есть соблазн отказаться именно от того, оставить мяч сопернику. Допустим, если команда не сильна в контроле, было несколько поединков у нас с нижним ногами, например, мы оставляли им мяч и визуально со стороны казалось в первом тайме, что они имеют громадное преимущество. Гостевая игра. Но при этом там опасных моментов у них было раз и два. У нас же было в конце тайма, после 20-й минуты, когда напал этот спал, запал, точнее, нижнего, у нас был выход трошечки на один на один и плюс два входа в штрафную, там перишин, добежал, саду лайф. То есть три полумомента, которые за тайм при полном территориальном преимуществе, визуальном преимуществе, при давлении на наши ворота мы как бы в контр-игре нашли свои эпизоды, не смогли их реализовать. И вот отвечая на твой вопрос, я скажу, Тимур, все время есть соблазн попытаться не только перебегать, перебороть, а перехитрить соперника. вот последнюю весну мы как раз этим и занимались. То есть мы разнообразили свою игру, мы перестали быть только той командой, которая агрессивно отбирает на всех участках поля, а стали создавать определенные зоны, где мы давали сопернику владеть мячом, а потом при переходе в другую определяли эти зоны мы, ставили там задачу коллективного отбора и быстрого перехода из обороны в оттал. Особенно, когда, еще раз, когда мы прошли предсезонную подготовку зимнюю, вот эту длинную паузу, мы знаем, как работать, мы уже не первый сезон, работаем, футболисты привыкли к нашим требованиям. И когда наше состояние позволяет вот в этот энергоемкий футбол, потому что чем дальше ты убираешь зону отбора от ворот соперника, тем больше расстояния ты должен покрывать, то есть ты должен сначала добежать назад в эту зону, отобрать там мяч, потом покрыть большие расстояния, чтобы атаковать ворота соперника. И ты как бы закладываешься заранее, ты должен, и футболисты должны это понимать, ведь мы тренеры, мы только предполагаем, реализуют все это игроки, бывают и являются футболистами. Когда говорят, что один тремер переиграл другого, не бывает такого. Переигрывают всегда футболисты и футболисты. Ну хорошо, но тренеры задают тон. И если вот немножко возвращаться к той игре со Спартаком, когда в принципе вроде как складывалось все в вашу пользу, а не было ли ощущения, когда там раз не получилось забить, два не получилось забить, не было ли желания в какой-то момент отказаться немножко от такой атакующей игры, потому что выпустили одного нападающего, второго. Ну визуально казалось, что просто пытаетесь уже штургом как-то взять соперника. Понятно, что он был в меньшинстве, но если не идет, не было ли вот в тот момент мысли, что может быть лучше получение результат? Более того, мои помощники говорили мне за 15 минут до конца и за 25, давай сделаем сбалансированную замену, давай выпустим игрока в опорную зону, для того, чтобы контролировать контратаки соперника, чтобы не пропустить встречный гол. Но учитывая, что это была концовка чемпионата, оставалось там буквально один-два, буквально два матча до конца. У нас была удачная серия побед перед этой игрой. И мы сами приучаем игроков, что ничейные матчи лучше доводить до победы, даже с риском пропустить эту контратаку. И опять же, возьму ответственность на нас, на ту стратегию, которую мы прививаем, что из ничьи нужно стараться выжить победу, даже с риском пропустить и проиграть эту игру. Потому что, ну, на мой взгляд, это психология победитель. Очко это никуда бы не делось. Ну, сыграли бы ничью с Спартаком. Но забеем мы победный гол, и будет четвертая победа к ряду, я думаю, что совсем другое состояние психоэмоционального игроков бы было. Хотя поражение тоже сказалось. Но следующую игру мы опять выиграли. Там была хорошая серия из 5-6 матчей подряд побед. И вот если бы еще матч с Спартаком тоже был бы удачным. Но мы стараемся смотреть вперед. Я думаю, что у нас как раз мы начинаем новый чемпионат матча с Спартаком. Поэтому будем закладываться на то, чтобы отдать все возможные силы. Да, мы не в оптимальной готовности подойдем. Короткая была протезонка. Опять много человек у нас поменялось. Но будем стремиться теперь в домашнем поединке обыграть московский Спартак. Что ж, Андрей Викторович, желаю вам удачи в этой игре. И перед началом нового сезона тоже могу пожелать удачи. Спасибо большое, что согласились пообщаться. Все так показали подробно, здорово. Было очень приятно. Спасибо. Взаимно. Всего хорошего. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...